А вот в Иерусалиме усиливают меры безопасности, опасаясь новых волнений на Храмовой горе. Напомню, накануне израильское правительство приняло решение демонтировать металлодетекторы на подступах к мечети Алякса. И этот шаг вызвал бурю негодования среди местных жителей. Какие настроения сейчас царят в Иерусалиме, расскажет Сергей Ослендер. Сейчас гулять по старому городу Иерусалима было бы одно удовольствие, народу мало. Но на каждом углу стоят вооруженные люди в форме и в воздухе прямо чувствуется какое-то напряжение. Столица на осадном положении, усиленный режим несения службы у полиции, спецназ, который прочесывает арабские кварталы. Кризис Храмовой горы вроде бы закончился, но власти не спешат ослаблять бдительность. Все подходы к старому городу Иерусалима перекрыты вот такими армейскими и полицейскими блокпостами. Работают они только в одном направлении на выход. Внутрь разрешают входить только тем, кто живет непосредственно на территории старого города. Арабов, мусульман, даже с израильскими удостоверениями личности не пропускают. На молитву пропускают только мужчин старше 50 и женщин без ограничений. Возле ограждений собирается арабская молодежь. Возмущается, но активных действий не предпринимает. Боятся. В последние дни полиция действовала по отношению к бунтовщикам очень жестко. Переодетые в арабов спецназовцы выхватывали зачинщиков прямо из толпы. На подъездах к Иерусалиму тоже блокпосты. Там тормозят автобусы с арабами из других городов. Наш автобус остановили еще за 20 километров до города. Дальше ехать не разрешили. Тогда мы с товарищем добрались на попутках сюда. Но в мечеть Алякса попасть не можем. Туда не пускают. Хотя мы израильские граждане. Это неправильно. Это ущемляет мои права как мусульманина. Про то, с чего все началось, среди арабов никто уже и не вспоминает. Из информационной цепочки теракт металлоискателей беспорядки первое звено исчезло на следующий день. Теперь многие всерьез полагают, что израильские власти ни с того ни с сего решили закрыть мечеть Алякса. Решение же снять металлодетекторы в самом Израиле восприняли как капитулянское. Хотя премьер-министр и попытался объяснить, зачем это было сделано. Нетаньягу объявил, что военное присутствие в старом городе и прилегающих к нему районах будет увеличено. А на нужды безопасности государство дополнительно выделит колоссальную сумму 25 миллионов долларов. Но страсти пока не успокаиваются. Продолжаются столкновения арабов с полицией и войсками в районе Хеврона и Вифлеема на границе с Газой в кварталах Восточного Иерусалима. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер.